Сейчас я расскажу вещь, которая родилась у меня сегодня, но она довольно понятная, если ее правильно преподнести. Я люблю читать разные книжки, и я сейчас читал одну книжку, в которой там упоминалось то, что в разных сюжетах есть какие-то общие, есть несколько количеств таких универсальных сценариев. Я сейчас не буду в детали, но в частности, там упоминался Борхес, который говорил, что есть там четыре типа сценариев, и даже не важно все остальные. И он сказал, что четвертый сценарий – это сценарий самоубийства Бога, который позволяет трансформировать наше отношение к Нему. И сначала меня немножко пошокировало, я понимал, что это явно намек на христианство, потому что там Иисус и все. И я подумал, ну типа, к нам отношения не имеет, а потом, значит, это было первое мнение, ощущение. А потом вдруг я понял интересную вещь, что вот эта идея, она интересно проявляется в юдаизме, и очень парадоксально, но очень логично. Вот, в чем здесь идея? Что, конечно, когда мы говорим про убийство, убийство Бога, это нельзя воспринимать буквально на связи, потому что как можно этого? Но, тем не менее, бывают ситуации, когда Бог допускает исчезновение или разрушение какой-то вещи очень важной. И в еврействе этого добра было очень много, ну добра в кавычках. Ну, например, когда был разрушен храм. То есть храм – это очень важная часть была иудаизма, но, тем не менее, в истории, как ты из песен слов не выкинешь, два раза было два храма, которые один разрушили павелоняне, другой разрушили римляне. Поэтому можно сказать, что это не самоубийство Бога, а сюжет в истории, в котором Бог допустил, или Бог организовал, или Бог спланировал, или Бог включил в историю сюжет, в котором его храм, который являлся его основным инструментом всей религии, был разрушен. И дальше возникает вопрос, что с этим делать. Потому что понятно, что это как бы плохо, и у нас есть там траурный день, когда мы грустим по этому поводу. Но, тем не менее, если мы предполагаем, что в истории нет плохих или хороших событий, а есть божественный план, который мы видим просто с своей позиции, то можно начать понимать, что вообще за этим стоит более глубокое. Вот. И таким образом возникает следующая идея, о которой у меня сегодня склеилось. Дело в том, что когда цивилизация, она выстраивает какую-то модель Бога, то эта модель Бога, она может быть суперклассная, но она может быть ограниченная чем-то, и, возможно, в какой-то момент возникает необходимость разрушить старую модель, или как-то ее, так, чтобы возникла новая, более сложная, или более глубокая. И поэтому, например, если мы возьмем модель с храмом, то у нас был храмовый едаизм, когда был Израиль, и внутри него был храм, и все в него ходили, и это все было очень важно, и мы до сих пор это изучаем, читаем и говорим, как это было круто. Но, возможно, что Бог в какой-то момент... Но, кстати, в чем была проблема, кстати, храма? Что в храм ходили только те, кто жил, ну, плюс-минус в пешеходной дистанции, поэтому Израиль был примерно такого размера, что можно было там за несколько дней дойти до храма. Вот, поэтому разрушение храма сопровождалось тем, что большая часть евреев была вывезена куда-то там в Вавилон, и возникла большая диаспора, которая уже стала частью еврейского бытия, и оттуда уже в храм добраться было невозможно, сейчас там самолет есть, допустим, да? И поэтому, когда храм был разрушен, то одновременно возникло распространение евреев в большую часть мира. Ну, вначале это было на восток, первый храм, а второй храм уже, значит, соответственно, евреи расселились по Европе. Поэтому второй храм пошел сюда, первый храм, значит, пошел на восток, и поэтому в первом чтении можно сказать, что этот сценарий привел к тому, что евреи стали не только там локальным феноменом в Израиле, а стали частью закваски, которая, так сказать, находилась внутри самых разных общин мира. Вот, поэтому можно сказать, что Бог пожертвовал там храмом, или там, ну, опять можно разные слова применять, но тем не менее, это как бы не самоубийство Бога, но как бы разрушение его важного элемента, его текущего модели иудаизма. Для того, чтобы появилась какая-то другая, которая будет, ну, для Бога более адекватная, потому что раз Бог это допустил, значит, этот сценарий был в его плане. Теперь, первая вещь, что понятно, что те, кто там погибли и все, попали в эту мясорубку, понятно, они там вряд ли так глобально мыслили, поэтому для них это была, понятно, трагедия, там, и разрушение, и смерть, и все, что хотите. Но с позиции глобальной истории мы можем сказать, что это был какой-то большой сценарий, который, в общем-то, привел к некому развитию событий. Теперь, это интересно, что похожие события можно найти много в истории, например, там, крестовые походы, погромы. Вот, самое яркое событие 20 века, это Холокост, потому что, действительно, когда, ну, когда, действительно, было уничтожено треть еврейское еврейство, это тяжело, конечно, на голову надеть, как национальной позиции, но, с другой стороны, опять же, в мире что-то поменялось, поэтому я, в данном случае, даже, ну, одна версия, что появился Израиль, потому что до военной, ну, в предыдущей мироздании, как бы, Израиль не помещался, то есть, там вся схема была другая какая-то, и тут оно все разрушено, и потом, значит, народ сказал, ну, ладно, значит, там, наверное, дадим Израилю появиться, это просто, как бы, было разрушение всех старых структур, вот, но, опять же, как травма, это очень суровая вещь, но, с точки зрения новой реальности, эта новая реальность, она, в ней появилось что-то важное, от Израиля, в частности. Теперь, что интересно, что, если строить параллели с общей философией, то Ницше, который, там, ляпнул фразу, что Бог умер, это, как бы, было, ну, как бы, не случайно, оно где-то, там, вот, гуляло, вот, в общей европейской философии, потому что, опять же, ну, как бы, король умер, здравствует король, да, то есть, умер Бог, который был более, соответствовал старому мышлению, и сейчас, как бы, понятие Бога должно быть более, таком, сложном формате. Вот, поэтому, когда я вам в первый раз сказал про музыку, да, что, вот, старая музыка, она гармоничная, а новая, она должна вмещать в себя какие-то дисгармонии, но при этом мы их понимаем, как какая-то новая композиция, которая легитимна, а не просто нарушение, а является каким-то более сложным, элементом. Вот, поэтому, как бы, чтобы еще подвести итог, но потом добавить следующее, так, то же самое, например, когда смерть какого-то большого человека, например, вот, дружественные нам хаббатники, у них, всю эпоху, был их Любавич Скеребе, который жил до 94-го года и был лидером всего движения, вот, но он человек, поэтому он умер, и поэтому хаббат, слава Богу, существует, но он уже существует в другом формате, конечно, жалко, что он умер, но, как бы, возможно, что, ну, опять же, люди не вечны, поэтому все равно приходится потом жить уже в другом, как бы, ну, короче, люди не могут жить вечно, поэтому это, как бы, часть правил игры. Более того, чтобы немножко подвести к реальности, у нас сейчас вот в этом году умерло довольно много больших мудрецов, причем, что, и опытно, что, хотя у нас пандемия, большинство еврейских мудрецов умерло совершенно от другого, например, Раф Сакс умер там от канцера, Штандальт там от инсульта, еще всяких вещей, то есть, сейчас у нас в этот год ушло какое-то количество величайших мудрецов, но, как бы, прошлой эпохи, вот, причем они были абсолютно гениальны, то есть, у евреев мы не говорим, что они там чего-то не додумали, просто, вот, когда умер Раф Сакс, моя жда сказала, что она чувствовала, что он все, что нужно, все, что он хотел, он уже сказал, то есть, как бы, он свою, как бы, роль выполнил, и дальше, так сказать, Бог его забрал, то есть, ну, как бы, мы не можем опираться на Бога, то есть, что он забрал там человека, потому что, ну, мы считаем, что, как бы, ну, человек, если умер, значит, уже Бог этот сценарий, как бы, включал, ну, имелся в виду, поэтому сейчас мы тоже живем вот в какую-то странную эпоху, когда вот сейчас пандемия, она, как бы, поменяла мир, вот, ну, и кроме того, что там просто люди умирают сами по себе, но, как бы, и также большие мудрецы в этом году умерли в таком количестве гораздо более значительном, чем в среднем в обычные спокойные времена, вот, поэтому, какая тут идея, которую я хочу там с второго чтения подвести, что в религиозных, духовных течениях у нас нету, не всегда там какая-то простолинейная динамика, а у нас периодически возникают какие-то моменты, когда система, как бы, разрушается, но потом возникает какая-то более сложная система, которая ее заменяет и, как бы, делает эволюционно более новый этап. Кстати, еще один пример вот для тех, кто связан с Украиной, классический пример, что вот есть такая связка, что хасидизм возник через, ну, не сразу, а после восстания Хмельницкого, потому что Хмельницкий разрушил старые общины, которые были очень хорошие, но старые, вот, и есть такое вот, у моей покойной мамы было любимое выражение задворки, то есть на задворках всегда что-то возникает, потому что в центре там все схвачено, а на задворках там, как бы, есть место для чего-то нового. И Украина стала задворками, потому что ее просто, ну, Хмельницкий там все вытоптал, и поэтому Большемтов, который создал хасидизм, он возник именно, как бы, на задворках, то есть на том месте, которое, как бы, было из-за этого всего катаклизма, оно менее под контролем каких-то классических мудрецов, и поэтому там возникло что-то новое, которое стало очень важным элементом, элементом философской мысли, иудаизма. Вот поэтому вот эта концепция, как бы, самоубийства Бога, это на самом деле, что какой-то аспект божественной схемы, он, как бы, Бог его позволяет разрушить, для того, чтобы потом возникло что-то более сложное и более адекватное мироздание. Вот поэтому к вопросу о том, что такое хорошо и что такое плохо, да, значит, да, сейчас, как бы, мир стал более сложным, поэтому нам нужно как-то мыслить более сложно, чтобы уметь видеть хорошее в каких-то сложных поступках, сложных событиях, которые выглядят очень одиозными, или какими-то такими достаточно странными. вот, и поэтому, ну, более того, там политики будут пытаться искать плохие вещи, потому что тут есть следующая вещь, которую вот я как раз подумал, ради чего это все рассказываю, что есть два сценария, как бы, движения человечества, которые оба сейчас воплощаются. Один это, как бы, к светлому будущему, а другой это через страхи к манипуляциям. Вот, и поэтому сейчас политики очень увлеклись вот этим элементом, особенно пандемия, это прямо вообще раздолье всяких самых страхов и прочего, и поэтому страхи это удобный способ властям манипулировать массовой культурой, поэтому действительно сейчас там вот, у меня сейчас там должен был ехать на какой-то сценарий, тут опять мне пишут, что из-за ковида, значит, мы там все испугались, все закрыли, там все ничего не будет, то есть оно все как-то так очень очевидным образом, нас там затрахивают всеми этими, застрахивают. Вот, с другой стороны, как бы, вот эта линия света, она присутствует, и этот свет, он более сложный, то есть за него добраться нужно пройти через эти все страхи, как бы выйти на этот уровень, чтобы не попасться в ловушку вот этих страхов, и выйти на этот самый свет, который присутствует в нашем мире еще более проявлено. Вот, но тем не менее, эти страхи действительно они как бы заслоняют, поэтому много людей действительно там из-за страхов, они не видят света, они там как бы подпадают под эту, под прессинг политических и прочих манипуляций, которые в эти страхи загоняют. Вот, поэтому хорошая новость в том, что чем больше страха, тем больше света, просто оно как бы идет в комплекте. Вот это, по этому поводу, там один мой знакомый, я тоже люблю это, иногда цитирует, как бы, одного из самых злобных персонажей, там Сталина, который говорил, да, что при ближении к коммунизму растет классовая борьба, поэтому он там это оправдывал, ну, свои репрессии, что типа вот мы там типа движемся к светлому будущему, но у нас там должны бороться с врагами. Вот, но это у него было чисто на уровне манипуляции, но на самом деле, действительно, чем мы ближе к свету, тем больше возникает страхов в массовом сознании, нагнетаемыми теми, кто там пытается там свои интересы соблюсти. Вот, поэтому вокруг нас действительно будет нас там пугать тем, тем, значит, там, когда Трамп, там вообще там вся эта политика была, там пугали Трампом, это вообще был такой одиозный пример, как там из человека сделали пугало, просто называется демонизация. Вот, когда разных людей, там, так сказать, превращают в пугало, и с помощью этого там, значит, соответственно, продвигают какую-то свою линию. Вот, поэтому наша, как бы, программа минимум, не поддаваться на эти провокации, потому что, ну, действительно, эти люди, как бы, свои какие-то цели продвигают, продвигают, и поэтому, если вокруг всякие страхи, то, как бы, как минимум, стоит не слишком ими, не слишком их серьезно воспринимать. Вот, но опять же, конечно, надо адекватно понимать, что где происходит, то есть нельзя быть таким романтиком, чисто лириком и отключенным от мира, но, тем не менее, нужно понимать, да, что вот это, кстати, интересно, что есть две религии, которые, так сказать, как бы, эту историю, значит, в христианстве есть понятие антихриста, вот, которое очень напоминает вот это все безобразие, которое происходит. Вот, а в юдаизме есть понятие, что в конце дней будет борьба Гога и Магога. Что-то такое никто не знает, но это выглядит так, что, действительно, вот, для того, чтобы эту всю канитель завести, нужно всегда возникает две силы, которые между собой воюют, но обе они какие-то явно мутные. Например, когда вот теми, есть там ваксеры, антиваксеры, то есть я не говорю, кто прав, но и те, и другие, как у них куча тараканов, которые, значит, там друг друга грызут, или там, ну, или политики, значит, и те, и другие, значит, они все, то есть для того, чтобы там затеять эту свою динамику, там возникают какие-то два лагеря, которые между собой устраивают очень такие шумные противостояния. Вот, и поэтому, как бы, наша задача, ну, не ввестись на эту борьбу, потому что эта борьба выгодна вот самой этой системе, да, потому что, когда мы видим, что вокруг кто-то с кем-то борется, скорее всего, что эта борьба, она такая, ну, как бы, для того, чтобы в интересах вот чего-то своего. Вот, поэтому мы, как бы, должны понимать, что Бог, он, нам, конечно, там тяжело до конца его понять, потому что мир сложный, но, тем не менее, что Бог имеет свой план какой-то, и план более сложный, и при этом в этом плане участвуют вот эти самые странные силы, вот, которые будут пытаться выманивать под себя людей, и поэтому хорошая новость, что, в принципе, евреи всегда были меньшинством, поэтому, если большинство впало в эти все страхи, мы не должны от этого повода слишком расстраиваться, потому что, ну, как бы, Богу интересно меньшинство, а не большинство, потому что если большинство уже там в этих страхах, ну, как бы, что делать, мы не можем их перестроить. Вот, поэтому, действительно, вот эта самая тема, она показывает о том, что мы можем выстраивать какую-то более сложную модель общения с Богом. Вот поэтому, кстати, вот тот же Лайдман, она тоже неплохие вещи в этом плане говорит, то есть, какие-то каббалистические схемы. Вот, поэтому, в принципе, кстати, каббала, она тут, в этом плане, является одним из таких инструментов для того, чтобы этот цвет формулировать и писать. Вот, поэтому, это как бы уже для отдельных тем, но, например, та же система. Кстати, жалко, сегодня взял, у меня там, я потом вам покажу, у меня пару книжек интересных есть там, автора, который, который довольно на простом языке, симпатичные схемы по каббале рисует, вот, по-английски, кроме Пазонского, вот, так что вам потом еще покажу. Вот, ну, в общем, короче, я примерно, да, уложился в 20 минут, вот, если есть какие-то вопросы, оно должно увлечься, потому что, в общем, напоминаю, с чего я начал, с того, да, что вот, как бы, что есть, как бы, сценарий самоубийства Бога, но в данном случае мы его воспринимаем как сценарий, когда Бог допускает что-то, что в первом чтении выглядит, как разрушение какого-то важного своего элемента, вот, или вплоть до там, да, еще в заведении третьего еврейства, как Холокост или там разрушение храма, вот, но, ну, кстати, что хорошо, да, что, хорошая новость, да, что мы не живем в той эпоху, когда был разрушался храм, или во время Холокоста, вот, а пандемия, она выглядит тоже, как проблемная зона, но мы понимаем, что это не такая страшная, то есть мы пандемию не переживем, в смысле, что в плане тех травм, которые были, там, во времена Холокоста или во времена крестовых походов, вот, поэтому наша задача, как бы, там, просто видеть в этом некую динамику, вот, она немножко такая сложная, вот, но зато, вот, когда вы ее переварите, то есть она должна немножко улечься у вас в голове, вот, в общем-то, тогда будет понятно, что, в общем-то, можно это более-менее переварить, и тогда станет как-то более, более легко воспринимать реальность, как и у нас. Вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!